Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Во-первых, поздравляем всех, кто постится с началом рождественского поста. Мы постепенно приближаемся к празднику Рождества, и это отрадно. С одной стороны, можно просто это попраздновать, отпраздновать и каким-то образом отметить. С другой стороны, мы всегда во время поста поднимаем какие-то очень важные вещи, важные вопросы, важные темы. Темы обретения себя, темы обретения своего собственного совершенства, самосозидания и так далее. Мы в недавнем прошлом закончили, к сожалению, цикл о философии возраста, но многие у меня на приходе посмотрели эти передачи, эти диалоги о философии возраста. Возникло очень много вопросов. Да и чего греха таить, честно говоря, тема необъятная, огромная. И очень много вопросов осталось за скобками. И в том числе я, из уважения к нашему гостю, просто не хотел его перебивать и задавать какие-то свои вопросы. Поэтому мы решили продолжить разговор о времени, о возрасте и о том, как обретать подлинную, настоящую зрелость, совершенствование. По-моему, замечательная тема, в том числе и для поста. Говорить мы будем, как всегда, с доктором философии Сергеем Александровичем Решаемым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергий. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ну вот, я уже сказал, и мы с вами до эфира это обсудили, что наши передачи смотрят. Что меня, как ведущего, конечно, не может не радовать. Вот. Передачи посмотрели. Еще в первый раз, когда мы с вами беседовали об эстетике, об эстетике прекрасного, непрекрасного, тогда уже очень много вопросов возникло к вам. Очень хотелось, у людей возникало желание, чтобы диалог был продолжен. Поэтому то, что мы сегодня снова с вами собрались, это и ответ на пожелания наших телезрителей, и на мой личный, конечно же, запрос, потому что, ну вот, мы когда с вами закончили нашу прошлую передачу, вышли, и вопросы я, конечно, задавал, но и вы торопились на лекции. В общем, короче говоря, вопросов осталось множество. И мы напомним для наших телезрителей, что мы разбираемся в теме возраста именно как философской категории. Мы разбираемся со временем, которое заключаем мы в себе, то есть то, как мы проживаем время, то, как мы его переживаем, то, как мы с ним взаимодействуем. И вот мы разобрали тему юности, детства, юности, зрелости лишь широкими мазками, старости лишь широкими мазками. Мы поговорили о взрослости, но это, можно сказать, что была такая большая вводная часть к нашему сегодняшнему, в том числе разговору. И мы решили с вами, договорились до эфира, что мы сегодня поговорим о зрелости. И вот зрелость именно в каком ключе? Я, читая Евангелие, вроде бы уже его читаю, там, не знаю, с восьмого класса. То есть с шестого класса-то я уже при церкви, но так осознанно начал читать эту книгу с класса восьмого, с девятого. И читаю до сих пор, и до сих пор возникает ряд вопросов. И вот в качестве такого преамбула, преамбула вводного вопроса, я хотел бы кинуть парадокс. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, Христос в какой-то момент, однажды, в ситуации, когда ему нужно показать некий пример, поднимает ребенка и говорит, будьте как дети. Ибо если вы не будете как дети, то не войдете в Царство Божие. Казалось бы, все, надо закрыть тему зрелости, взрослости, надо стремиться к вечному детству. Ну, или инфантильности, мы бы сейчас сказали. С другой стороны, в том же самом Евангелии мы находим фразу того же Христа, то есть это не ученики или какие-то выводы их сделанные, что будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот для меня лично совершенство — это и есть та самая зрелость, о которой мы договорились побеседовать. И вот как увязать мне, разрешить этот парадокс? Как, может быть, Сергей Александрович мне поможет его сегодня разрешить? Или, по крайней мере, задаст вектор мысли? В каком ключе мы можем размышлять о зрелости? В чем проблема-то перехода от этой самой детскости, юности, которая вроде бы не должна уходить к зрелости? — Да, действительно, здесь есть некоторое напряжение, казалось бы, между этим особым отношением к ребенку, будьте как дети, и в то же время представлением о совершенстве. Действительно, вроде бы есть противоречия. На самом деле, мне кажется, речь идет об одном и том же в каком-то смысле. Вот в каком я сейчас попытаюсь прояснить. В сущности можно представить всю нашу жизнь как протекающую в двух измерениях. В одном измерении мы взаимодействуем как бы с тем в нашей глубине, что связывает нас с абсолютной полнотой и совершенством. Потому что, собственно говоря, само наше существование в качестве людей, как тех, кто обладает сознанием, то есть способен находить себя в мире, находить вещи, которые имеют место. Вот эта сама позиция, она что изначально означает? Нашу выдвинутость в некоторое, скажем, метафизическое или духовное измерение. То есть мы некоторым образом причастны к этой полноте и этому совершенству изначально. То есть наша способность быть людьми, то есть существами разумными, сознающими, она с этим изначально связана. Но вот, собственно говоря, понять возраст в некоторой философской перспективе, как мне это представляется, это как раз и значит видеть, как вот эти два плана, временное, меняющееся и совершенное, а стало быть, неизменное, как они между собой соотносятся. Вот когда говорится о том, что будьте как дети, что это означает? Это означает, что ребенок, он открыт миру, и он готов воспринять то, что есть, в его совершенстве. То есть ребенок не сравнивает так, как сравнивает взрослый. Он еще не, у него уже появляется, вот это мы об этом говорили на прошлых наших передачах, да, некая кристаллизация «я», но в целом это некоторые при другом бытие. И ребенок не выставляет свое «я», как бы самого себя на первый план, да. Потому что когда взрослый человек ставит какие-то цели, задачи, он неизбежно думает о себе, он сравнивает себя с другим, он оценивает, как он продвигается к этой цели, тем самым он уже оказывается в измерении условного, относительного, временного. А ребенок, вот он, как раз его особый дар, то, что ребенок, в силу того, что он еще ребенок, но уже обладающий сознанием, он способен целиком пребывать в настоящем. Он этому настоящему открыт, если угодно, он открыт к чуду. У него нет этих предубеждений, которые есть у фарисеев, саддухеев. И вообще у простых обывателей, да, которые что-то о себе представляют, что-то о мире представляют, понимаете, и к ним пробиться. Невозможно. Ну, очень сложно. Кому-то можно, кому-то, но большинству, как выяснилось, как бы не получается пробиться. А вот дети, они открыты к этому. И поэтому, в сущности, это призыв к чему? К совершенству. Но это не дети совершенные, а они еще настолько чисты, что они пока еще открыты для них. Но в сущности некоторые, что ли, драматургия, внутренняя жизнь, она состоит в том, каким образом, проходя этот путь, и становясь неизбежно взрослыми, и неизбежно принимая на себя ответственность за себя, за других, за свою жизнь, за жизнь ближних, да, а в этом и существо взрослости вообще, и в особенности зрелости, как возраста, как при этом сохранить, и вообще можно, или насколько это возможно, как бы сохранить эту связь с совершенством. В некотором смысле, во временном плане, если мы возьмем жизнь во временной проекции, то зрелость – это как раз то время, когда человек достигает максимума полноты, и полнота его жизненных сил вот в этой земной жизни, она достигает своего пика, апогея. В некотором смысле зрелость, поэтому греки не так говорят, а в возрасте Акме, так сказать, да, человек достигает этого расцвета здесь, на земле. Но именно поэтому, по этой причине, может быть, он отдаляется от совершенства, от абсолютного совершенства, от открытости ему, потому что он здесь достигает максимума совершенства, понимаете? И поэтому одно и другое связано, да, то есть мы должны быть совершенны, но и парадокс того, как бы, драматургии в том, что зрелый человек, он не может не ставить целей, он не может не ощущать своей ответственности, он не может вспоминать, не вспоминать о том, что он обещал другим людям, самому себе, Богу. Он обещал, это было в прошлом, он не может не помнить о том, что ему предстоит. Он не может, ему как бы тяжело выйти из времени, если угодно, и соединиться, собственно говоря, с абсолютом, с Богом. Ну вот буддисты бы тут сказали, что это как раз некий конструкт, которым убивается вот эта самая детская невинность, и она становится некоторым невежеством, ну в самом таком общем смысле, не просто отсутствие некоторых знаний, а некоторого самого фундаментального знания себя. То есть мы наделяем человека кучей обязанностей, и мы его закабаляем, заковываем в оковы должествования. Он должен то, он должен все, он должен соответствовать, он должен быть ответственным. И мы говорим, что когда человек будет соответствовать вот этим вот запросам общества и внешней среды, вот тогда он, условно говоря, будет зрелым. Зрелый человек – это тот, который, принимая решение, становится ответственным за это решение и так далее, и так далее. Но при этом как раз утрачивается вот эта вот самая детская невинность, безамбициозность. И, я не знаю, смотрели ли вы фильм Вима Вендерса «Небо над Берлином». Там в начале этого фильма, как бы, вообще там коллизия такая, что ангелы, значит, наблюдают за миром людей, и они, их мир черно-белый, потому что там все очень четко и ясно, а мир людей цветной, он разнообразный. И они, условно говоря, посматривая оттуда-сюда, они несколько завидуют. И вот один ангел, который очень любил наблюдать за людьми, он пишет, когда ребенок был ребенком, он свободно бегал по дороге, он свободно пил из луж, он свободно умывался росой, когда ребенок был ребенком. А в какой-то момент пришло взрослое общество, которое объяснило, что бегать надо потише, умываться росой негигиенично и так далее, и так далее. Получается, вроде бы, с точки зрения общества, он достигает этой зрелости, то есть он достигает соответствий, а с точки зрения вот именно духовного самоконструирования, самопознания, от него что-то фундаментально важное уходит. Да, но, знаете, мне кажется, здесь, отец Сергей, надо вот что, все-таки еще учитывать, некоторую, ну, скажем так, продуктивность этого пути, потому что в чем, скажем так, ну, некоторая ущербность. Да, то есть можно вспомнить и другие слова, что будьте совершеннолетним умом, так сказать, да, после таких посланий, не будьте несовершеннолетними в некотором смысле, понимаете, потому что все-таки человек, ребенок, ему вот эта связь, если угодно, с другим, с большой буквы, она ему дается без его собственных усилий, в некотором смысле. Вот, но в человеческой жизни в целом есть некоторые, некоторые искусы, некоторые испытания. И остаться ребенком, значит, вообще говоря, уклониться от испытания, от искуса, от этого самого, да. А это невозможно, это, во-первых, невозможно. И вот тут, мне кажется, важное различие. Инфантилизм, мне кажется, это совсем не то, что вечное детство. Ну, вот, по крайней мере, я для себя эти понятия четко развожу. То есть, кто такой инфантильный человек или инфантил? Тот, который уже не ребенок, и ему дано уже то, что не дано ребенку, а он в том, в той или иной степени, в том или ином отношении не желает принимать на себя обязанности взрослого и ведет себя, как ребенок. То есть, ребенок не инфантилен. Он просто ребенок. А вот взрослый может быть инфантильным, взрослый может быть ювенильным, да, еще одно понятие, которое мы позже, может быть, о нем поговорим. И вот я хочу вернуться вот к этой мысли, что, собственно говоря, это драматургическое некоторое действие, да, то есть человек должен свободно прийти, собственно говоря, к истине. То есть ребенок, он же не пришел к истине. Он просто, в некотором смысле, ей близок в силу того, что он еще на этот путь человеческий в полной мере не встал. А вот дальнейшая жизнь человека, она предполагает именно, что он берет на себя этот груз жизни, эту тяжесть, эту ответственность. Но все состоит, как бы, искушение состоит в том, насколько эти обязанности заслоняют от него вообще, как бы, да, все, то есть заслоняют от него совершенство в этих термах, заслоняют от него истину. И вот здесь борьба, да, потому что, конечно, как только ты за это берешься, и все это требует от себя сил, внимания, энергии, да, и ты, есть опасность, что ты уходишь в это с головой. И вот в этом смысле, мне кажется, и роль церкви в том, чтобы человек, в каком бы он возрасте ни находился, не уходил с головой. Вот в эти, вообще говоря, на самом деле важные вещи жизненные, потому что, ну как, без этого мы не сами не сможем пройти этот путь, потому что важно, чтобы этот путь был. Только тогда в этом есть некоторая цена. Если мы не жили, если мы не страдали, если мы не достигали чего-то, нам не от чего отказываться. Да, нам не, нам, мы, мы должны прийти к этому, как взрослые сознательные люди к совершенству, отбросив в это время. И вот здесь как раз разница в возрастах, может быть, еще будет у нас время, мы поподробнее поговорим о старости, что в этом смысле старость дает человеку некоторые особые возможности. Здесь жизнь замыкается, старость и детство, они перекликаются друг с другом, да, но вот у зрелости другая миссия и другая задача. Вопрос, который у меня возник тогда, вот когда мы с вами прощались в предыдущий раз, расставались здесь в студии, вот зрелость, насколько я понял, поправьте меня, если я понял вас неверно, мы рассматриваем жизнь человека в некой линейке, то есть вот линейное развитие человека, детство, отрочество, юность, зрелость, старость, и в этом смысле зрелость является каким-то срединным плато, на которое мы вышли, и вот мы его достигли, мы в нем пребываем. Потом получается, начинается спад этой самой зрелости. Но вот мне кажется, и вот этого мне в прошлый раз как раз не хватило, что опять же, ввиду того, что мы живем под знаком конца, а конец нам неизвестен, то есть в какой момент нам придется предстать перед Богом, в этом смысле зрелость получается, она может быть не каким-то, не какой-то шкалой на линейке общего времени, сколько это может быть некоторым содержанием каждого из возрастов, то есть может быть зрелый ребенок, может быть зрелый отрок, может быть зрелый юноша, зрелый старик. Ну, опять же, мы можем наблюдать иногда не по годам зрелого тринадцатилетнего юношу, парнишку, мальчишку, девчонку, который уже достигает каких-то высот вот в этом самопонимании, самопознании, можем ли мы сказать, что он не зрел, но он не зрел физиологически, да, он, условно говоря, не может еще создать семью, он не может еще родить детей, но он не может взять на себя ответственность отцовства или там материнства, родительства, но сознательно мы наблюдаем зачастую такую вот зрелость иногда не по годам, вот, или наоборот мы можем видеть эту самую зрелость как достижение некого совершенства в старости, ведь очень важно, ну, об этом мы будем говорить позже, но просто я сейчас именно зрелость хочу откатать, когда человек, например, умирает и вот, например, от полного отсутствия страха, полное принятие своей и старости, и конечности, и смертности, и перехода из временной жизни в вечную, и мы видим, что перед нами абсолютно зрелый вот плод, вот он созрел, и его, условно говоря, можно срывать, ошибаюсь я, когда я так размышляю, по крайней мере, вот, может быть, ваша философия. Ну, в рамках моего здесь движения мысли это не так, то есть, я все-таки акцентирую момент некоторой трагичности и драматизма, что ли, жизни, то есть, ее необратимости. В принципе, есть подход, такой Михаил Эпштейн есть известный, философ, вот, у него такая есть концепция, он предлагает использовать принцип фрактала к пониманию возраста и говорит, что вот в каждом из возрастов есть свое детство, свое отрочество, своя зрелость, своя юность и так далее. Вот, это есть в любом, каждый, как по принципу фрактальности, то есть, самоподобие, каждый из возрастов делится на, если мы взяли условно пять возрастов, там, или шесть, или семь, они будут повторяться. Каждый меньший фрагмент будет делиться на свои зрелости, так далее. У него за этим стоит такая вполне, как бы, структура, как я понимаю, его идею, такая вполне, он ее не обнажает, но я так это понял, да, постмодернистская структура, то есть, что мы, вообще говоря, свободны совершенно и можем вести себя, или человек, как бы, имеет, есть не все, но есть такие особо одаренные люди, которые, как он называет, всевозрастными или многовозрастными, которые могут в любой момент как бы быть то, там, вести себя, как ребенок, то, как юноша, то, как зрелый муж, то, как старец, вот, произвольно переходя от возраста к возрасту. То есть, он выделяет, вот здесь, физический возраст, необратимость, а есть некий, он это называет, психологический. И оправдывается это все, вот это как бы логика фрактала, потому что, если мы, опять же, он это не говорит, но если мы продлим, в чем идея состоит, она там содержится, имплицитно, если мы продлим это дробление фрактальное всех возрастов, то мы скажем, что в каждое мгновение есть все возраста. Я могу быть вот сейчас зрелым, а потом вот молодым, а потом вот ребенком. Что за этим стоит? Собственно говоря, ну, некоторая логика отрицания вообще всего как бы данного, Богом данного, естественного, и, ну, некоторые апофеозы такой вот как бы логики постгуманизма, если угодно, да, то есть мы можем свободно делать с собой все, что хотим, будет ли это пол или возраст в данном случае. По сути дела, понятно, что младенец, например, там уже, я представляю, что получается, что младенец, в нем есть и старость своя, и зрелость, и юность, но мы видим все надуманное, как мне кажется, некоторой искусственности этой схемой, за ней стоят определенные как бы интенции, потому что понятно, что все-таки младенец остается младенцем, ни юношей, ни стариком, ни подростком, он не может, у него, а по схеме получается так, ну, понятно, что схема автору нужна для чего, что вот он, 50-то, в то время там с чем-то, наверное, летний человек, как бы говорит, что у меня есть право, на что? Вы вот не смотрите, у меня косо, что я сейчас так вот, например, в том или ином отношении веду себя как, вроде бы, не подобает с точки зрения обычных представлений человеку в моем возрасте. Я имею на это право. Откуда вы взяли, что зрелость это зрелость, а старость это старость, а юность это юность? Нет. Все есть всегда. То есть это определенный посыл, который, ну, скажем, обосновывается теоретически. Но если мы посмотрим эмпирически на то, что происходит в жизни, то это все как бы искусственная схема, которая, как мне кажется, система фрактала, фрактальный подход, он совершенно неприложим к возрасту. Ну, тогда перейдем, вот к вашей философии оставим Эпштейна в сторонке, потому что время, к сожалению, у нас не очень много времени. Тогда, как Сергей Александрович Лишаев видит проблему перехода? То есть вот, соответственно, мы поняли, что есть некая линейка возраста. как обрести эту самую зрелость? Вот в какой момент, наверное, начинается вот некий, некий излом, когда человек эту, эту проблему проживает, как и переживает, как проблему. И как вот, обретя эту самую зрелость, опять же, преодолеть в себе инфантильность, такое, вечное детство, которое, в данном случае именно в кавычках, и в данном случае отрицательное скорее. Вот давайте, да, вообще говоря, для современного человека вот эта проблема перехода от молодости к зрелости, она стоит очень остро. Ну, во-первых, проблема инфантильности в самой молодости, она обуславливается чем? Вот, она обуславливается тем, что человек очень долго остается в ситуации вынужденной несамостоятельности, да? Ну, вот эта система всеобщего образования, среднего, которая потихонечку увеличилась, увеличилась, и дошла, наконец, там до 17-18 лет. 10-летняя, 11-летняя, некоторые страны, сегодня уже 12-летняя, обязательное образование. То есть люди, а при этом, кстати говоря, половое созревание несколько ускорилось с улучшением жизни, питанием и так далее, да? То есть мы что получаем? Мы получаем ситуацию, когда человек, который способен и готов уже ко многим взрослым вещам, семья, дети, работа, и все, что с этим связано, он в этой системе, и это вообще говоря не его вина, он оказывается искусственно, так сказать, изолирован, он находится на положении ребенка, он делает, он как бы выполняет учебные задания, то есть учебные задания, оно, конечно, важно, тебе ставят оценки, но это именно позиции бытия при, ты не делаешь реальные дела, за которые ты получаешь деньги, несешь реальный ответ. то есть инфантильность порождается как бы самой системой современного как бы устройства общества, и потом, собственно говоря, многие очень люди продолжают там среднее специальное образование, высшее образование, которое тоже, если вы можете, где-то подрабатывает, но все-таки, если он хочет нормально учиться, он как бы не, он уже взрослый, мужчина, женщина, но он продолжает находиться на этом положении как бы не совсем взрослого, и это все приводит к тому, что вот эта инфантильность части людей, а в какой-то степени вообще говоря, всех современных людей, вот, она может переходить как бы на этот вопрос, на ситуацию достижения зрелости, мешает этому. Но есть еще другая проблема, вот я это называю ювенильностью, да, проблемой ювенильности, то есть сегодня мы видим, что поскольку общество современное, оно делает ставку на новизну, развитие, становление, прогресс, гибкость, изменчивость и так далее, оно поощряет, вообще говоря, то, чтобы люди подольше оставались гибкими, то есть не имеющими определенного дела, определенной какой-то структуры личных отношений, каких-то привязок, вот надо, чтобы человек там появился где-то работа, и он снялся с места и полетел в свободном полете туда, где сегодня нужно полететь. А если у него семья, дети, там уже какое-то дело, он сложнее оторвется от места, понимаете. То есть современная культура, она, в общем-то, благоволит к молодости, да, к вот этому периоду, и поэтому переход к зрелости, не говоря уже о том, что это общество, как бы в целом, делает акцент на гедонизме, общество потребление, как бы удовольствие от жизни, и, соответственно, как что-то важнейшее и главнейшее, соответственно, человек не хочет становиться зрелым. Вот. И это проблема ювенильности, то есть хорошо быть юношей и искать себя, переходя от одного к другому, в горизонте от этого открытого будущего, ты как бы определяешься, но еще не определился, и в этом кайф юности вполне законный в определенных сделках. Но когда человеку 28, 30, за 30 лет, а он продолжает искать себя, он говорит, я еще не нашел, я еще ищу. Вот это уже можно определить как понятие ювенильности, то есть когда вот это естественное для юноши поведение, оно переносится в то время, когда оно становится уже неуместно, да. И вот здесь можно говорить поэтому о сложности, которая сегодня особенно возникает при переходе от молодости к зрелости. То есть зрелость у нас сегодня все дальше отодвигается и затягивается. Вот тут вот давайте поставим ноготочи. В следующий раз мы продолжим с вами углублять тему зрелости. Для наших телезрителей может быть сразу немножко проанонсируем круг вопросов, который мы в следующий раз поднимем. Это кризисность, то есть мы действительно растем от кризиса к кризису. И если говорить, что зрелость это некий контрапункт, некое плато, на которое мы должны выйти, то получается кризис среднего возраста это и есть кризис условно говоря обретения этой самой зрелости. Мы поговорим в том числе о... Вот уже сейчас мы некоторые проблемы подняли, да, что трансформируется и видоизменяется общество, и оно с натиском претендует на человека и по ним и мы в этой ситуации живем в кризисе общественном и что происходит например с некоторыми институтами такими как семья например мы тоже об этом поговорим. Но это уже в следующий раз на сегодня благодарю вас с вами дорогие друзья мы прощаемся в следующий понедельник присоединяйтесь будем продолжать тему обретения собственного совершенства зрелости и как это сделать и как это может быть сложно сделать и как это все-таки необходимо сделать. присоединяйтесь в следующий понедельник Храни Господь Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации 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 Федерации